Связано с любовью. Совсем скоро сотни пар вот таких вот носков, связанных руками ульяновских мастериц, отправятся на фронт, чтобы согреть своим теплом наших российских бойцов. Каждая представительница прекрасного пола хочет помочь ребятам и сделать все, чтобы мобилизованным стало теплее. Ольга Романова на работе занимается сугубо мужским делом. Ремонтирует автомобили, а в свободное время вяжет носки и развозит пряжу другим мастерицам. У нас очень много людей, кто хочет помочь. Очень много людей нам несут пряжи, несут готовые носочки. В носочки у нас наши мастерицы вкладывают. Кто-то Новый Завет вкладывает, кто-то ложит иконки, кто-то ложит кофе три в одном. То есть ложит все, что считает, что может порадовать бойца вот именно там. Многодетная мама Вера Ерофеева много лет занимается вязанием для себя и своей семьи. Теперь домохозяйка вяжет носки для русских солдат. За неделю Вере удалось изготовить уже 12 пар. Вяжет каждый дома. Просто потом мы сейчас нашли молодого человека, который будет объезжать, собирать, потому что у нас не всегда бывает возможность, что готовые носочки мы можем сами забрать. У нас на это будет молодой человечек, который объезжает, собирает. Собираем, стираем, сушим, парно соединяем и складываем. А потом уже передаем непосредственно далее. Домохозяйка Татьяна Ильичева – председатель одного из домов в новом микрорайоне Ульяновска. Узнав о том, что женщины вяжут носки для солдат, она организовала сбор пряжи в соседних домах. Люди неравнодушны. Мы поставили коробки в первый и второй подъезд. И очень много все-таки люди откликаются, приносят. Также и родители из садика, школы тоже у меня также откликнулись. Кто чем смог, кто помог, кто купил, кто свою принес. Примерно так мы организовали. Многодетная мама Екатерина Пузарина вяжет больше 10 лет. Главное для нее – помочь нашим ребятам, чтобы и вдали от России они чувствовали частичку тепла и уюта. Я собираю, раздаю пряжи. Ко мне приезжают с разных частичек города. Буквально вчера я отдала в Кротовку наборов шесть на севере. С севера приезжали люди, забирали с разных районов города. Алексей Никитин занимается ремонтом автомобилей. А в свободное время он тоже принимает участие в общем деле. Алексей также привез в пункт сбора готовых изделий носки, связанные его мамой. Здравствуйте. Это вам носки нужен был? Да, у нас. Вот. Как мама. На фронте. Спасибо. А вы откуда? С деревни Ветхов-Тарханов. Это в Тарине. Маме спасибо большое. Передайте, пожалуйста. Передам. Для Алексея это способ помочь тем друзьям, которые уже на фронте. Первый поток мобилизации у меня забрали одноклассника, с которым мы сидели, можно сказать, за соседними партами. А буквально на днях забрали напарника. То есть седьмого он уйдет в учебку. И как-то возникло чувство ожидания и одиночества, что ли. Ожидание утомляет. Я решил что-то делать. Присоединиться к группе активисток, начать вязать носки для русских солдат или передать пряжу можно в любой момент. Для этого звоните Ольге Романовой на номер 8-917-050-1609 с 8 до 20.00. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.